Почему ты себя бьешь? Они прям бредят и хотят, что хочу, 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 что потом получается мемы. Ты не боишься это вообще? Нет. Ты фигатишь, и там, и там. Это прям реально проблема. Я не собираюсь никуда уходить. Растем. То есть я такого давно не чувствовал. Андрюша, привет. Ну ты улыбнись хотя бы, расслабься, все в порядке. Мне тоже очень нервно с тобой общаться и записывать с тобой интервью, но давай разберемся. Как ты? Все хорошо, пару дней отдыха и уже начинаю пресс-сезон. Ты уже четвертый раз подряд отбираешься на итоговую восьмерку, но в этом году ни одного матча выиграть не получилось. Я могу употреблять слово «провал», описывая итоговый турнир? Да, ну какое удобное. Нет, а как ты сам ощущаешь? Я ощущаю, что, конечно, хотелось проявить себя намного лучше. И даже если я там три матча бы проиграл, то проиграть хотя бы их совсем с другим счетом, совсем с другой игрой, потому что я очень классно на самом деле сейчас играю. И я это чувствую. Чувствовал это особенно в последние турниры, начиная после Юйс Опена. Ты заболел в Турине? В Турине, да. Еще и заболел, к тому же. Но это бывает. И сам дурак. То есть тебя винишь за это? Ну, конечно, когда было открытие, и было в сумме, может, где-то мы час, ну, от 40 минут до часу простояли на холодной улице, давая разные интервью. Я, по сути, был в майке и рубашке. Мой любимый кадр, когда ты в шортах после тренировка в худи раздаешь автографы около отеля. Ну, и такие моменты, поэтому сам виноват. Можно ли говорить о том, что если бы нет простуды, ты выступил бы в Турине лучше? Хотелось бы верить. Не хочу... Понятное дело, никто не знает, может, как было, но хотелось бы верить, что, возможно, энергетически у меня было бы больше моральных сил, потому что мне очень важно, чтобы эмоционально я был полностью готов, потому что мне нужно вкладываться в каждый удар. Получается, я играю в теннис очень энергозатратный, и когда даже не физически, а как-то морально я чуть-чуть слабее себя чувствую, то у меня сразу удары совсем с другой силы, они не такие острые, не такие сильные. Я сразу намного становлюсь неустойчиво эмоциональным, то есть я сразу... Мне тяжело эмоции направлять в правильное направление, то есть я начинаю уже больше срываться, больше негатива. И вот когда у меня получается энергетически быть в полненном сил, то тогда мне это все намного легче дается, особенно контроль эмоций в правильное направление. Я прочитала комментарий после матча. Там девушка писала, что такое ощущение, Андрей не чувствует себя игроком пятерки, что ты как будто случайно попал на итоговый турнир. Вот я бы сказал наоборот. Сейчас первый год, когда я чувствовал себя игроком пятерки. Мой уровень, да, как раз таки, как и закончил год пятый. То есть я вроде как... И мне не хватает до игроков таких, как Даня, Синер, Джокович, Алькарас. То есть даже у меня получается там где-то, может, с ними хорошо играть, где-то, может, иногда и выиграть. Но в большинстве случаев они, оказывается, лучше меня и обыгрывают. И сезон проводят еще стабильнее, чем я. Нового мы не берем. Это вообще отдельная история. Но с игроками, которые чуть-чуть ниже меня, в этом году получилось и по результатам, и по стабильности показать намного лучше результаты. Сейчас, за последние месяцы, я реально верю и понимаю, что вот эта пятая позиция не случайна, а потому что я реально показал уровень игры на... На пятую, на топ-5. Вот ты как-то умеешь. С одной стороны, ты пытаешься сделать сам себе комплимент, с другой стороны, все равно говоришь о том, что есть игроки, которые сильнее тебя. Ну, потому что четыре впереди, если брать рейтинг. Ну, это логично. Но мне кажется, теннис – это дико эгоцентричный вид спорта. И ты должен настолько себя холить и лелеять, и считать себя просто небожителем, чтобы этих самых небожителей обыгрывать. Ты думаешь, там Новокс обнимается сам в себе? Мне кажется, он считает, что он величайший. Или тот же Даня? Он, может быть, скромен в жизни, но на корте, когда он выходит, там как бы эго, оно видно. Ну, на корте я тоже не собираюсь и не проигрывать, и не отдавать. То есть ты не проигрываешь в раздевалке? В раздевалке? Ты знаешь, есть такой штамп, что некоторые спортсмены проигрывают в раздевалке. Нет, наоборот. Если идем играть, неважно, что я говорю до матча, или есть какие-то сомнения, когда я выхожу на матч, понятное дело, я выхожу, чтобы выигрывать, чтобы бороться, не просто отбывать номер. А-ля, если получится завязать борьбу, то это уже хороший результат. Нет, то есть я именно хочу выиграть и условно не собираюсь ничего давать. Я здесь, неважно, кто на той стороне, потому что я хочу быть лучшей версией себя и выигрывать матчи и турниры и пытаться выигрывать большие турниры. То есть я ошибаюсь, когда вот отматываю пленку назад, вспоминая Турин, вспоминаю твои матчи, я не могу говорить о том, что ты проиграл эти матчи в раздевалке. Я не права в этом. Этот Турин тяжело сказать, потому что вроде настраивал себя, настраивал себя до матча наоборот, что неважно что, иду до конца и так далее, и так далее. И вроде чувствовал в плане настроя все довольно-таки хорошо, что не было каких-то там лишних или негативных мыслей. Но по итогу, да, в ходе матча получилось так, что как будто, особенно первые два матча, что как будто после сета как будто уже сдавался. То, что первый матч был против Дани, такой одновременно принципиальный и одновременно важный. Имеет значение? Ну, я знал, что у меня будет либо Даня, либо Синер. То есть там было 50 на 50, поэтому... Синером ты не настолько близок. А здесь не, близость вообще никак. То есть ты умеешь выключать? Как? Просто я как-то понял, что это часть спорта, тебе всегда придется играть и против тех, кого ты не хочешь играть, потому что, возможно, тебе не нравится с ними играть, и против тех, с кем у тебя суперкрутое отношение, и против тех, с кем у тебя там не очень отношение, и более принципиальные матчи, и против тех, наоборот, с кем ты хочешь играть, и ты никогда не можешь это предугадать и контролировать. Поэтому чего из-за этого париться? Ты проиграл второй матч в Турине Алькарасу. В чем его фишка? Почему он так хорош? Хотя в зале... Потому что он очень быстрый. Но в зале это нивелируется как-то? Потому что у него как раз... Я понимаю, что он совсем молодой, надо еще посмотреть там, условно, пару лет, но тем не менее, в зале ему сложнее, чем на улице. Ну, конечно, в зале ему сложнее играть, потому что тяжелее принимать подачу, тяжелее какие-то делать сложные удары. То есть на быстрых кортах в зале все более прямолинейно, наверное. У него очень быстрая игра, он очень быстрый сам, он очень классно защищается, он очень классно умеет из обороны переходить в атаку. И когда корты медленнее, то у него больше на это времени, то есть он успевает еще больше разгонять, уже подача так не работает, уже наоборот, если ты играешь прямолинами, пытаешься тупо бить, то ты просто еще быстрее проиграешь, когда это какие-то другие корты. Но это ваш был первый официальный матч. Ты так с ним как-то пересекался, может, разминался или тренировался? Ну, мы тренировались много, выставочные один раз играли. Какой он на тренировках? Да такой же, как на турнирах. Попадает? Ну, старается агрессивно, да, играть быстро, агрессивно. По сути, все то же самое. Может, более как раскованный, потому что это тренировка, то есть пытается еще как-то более быть агрессивнее, чем на матчах, но это нормально, потому что это тренировка. Ну, я играю на тренировках агрессивно, потому что это мой стиль игры. Ну, ты фигатишь и там, и там, это понятно. Ну, стараюсь, да. Понятное дело, в матчах все равно чуть-чуть скорость ниже, потому что ответственность больше, и ты дорожишь мячом. Но стараешься играть, да, также стараюсь играть так же агрессивно, потому что это такой стиль игры. Рафа на тренировках играет очень раскованно, очень мощно, очень быстро. На матчах он играет по-другому. Синер в Турине, ты вообще рассматривал его как игрока? Кандидата, который дает финал, да. Он очень круто сейчас играет. А почему? Смотри, вот тоже, я помню матчи Синера, я понимаю, он очень молодой еще, но тем не менее пару там сезонов назад, и он вот в ключевые моменты в каких-то больших матчах все время ломался. Да, сейчас он очень прибавил психологически прям очень сильно. Как? Работы, наверное, как. Вот, он очень прибавил психологически, и он очень классно с задней линии играет. То есть он очень быстро двигается, особенно для своего роста. У него длинные руки, длинные ноги. Он очень при этом быстро двигается, быстрее, чем многие другие теннисисты. И с двух сторон у него очень мощные удары, что в темпе очень круто играет. И он сейчас прям очень круто играет. Он рассказывал, что сейчас делает активное упражнение на компьютере, которое позволяет ему менталку подтягивать. Слышал когда-нибудь о чем-то подобном? Я только слышал компьютерное упражнение для фитнеса. Такое слышал. Я задала ему вопрос по поводу ментального его состояния на корте, что он очень прибавил и не ломается. И он сказал, что уже несколько лет работает со специальной программой, то есть это не онлайн или оффлайн психолог, что это машина, компьютер, которая делает какие-то упражнения. Ну, надо изучить вопрос, Андрюша. Мне хочется тебя опять ненадолго в Турин отправить, но просто мне очень нравится история с твоим телохранителем Ларри. Он стал суперзвездой в Твиттере. Все спрашивают, да, что это за человек, почему он все время с Андреем, он прям часть команды. Я твоим фан-пабликом ответила, что зовут его Ларри. Расскажи вообще, как вы подружились, потому что он с тобой три года, да? Три года итоговый турнир в Турине, три года Ларис. И он дико фактурный, красивый мужик такой, здоровый, крепкий и любящий тебя. Ну да, получилось так, что первый год, точнее мой второй год итоговый, но первый год в Турине, когда я отобрался, мне дали охранника. Телохранителя. Ну, хорошо, телохранителя. Звучит это более папостно как-то. Дали человека, в общем, который за мной должен был присматривать, и оказалось, что он должен присматривать за мной, по сути, весь день. Особенно, когда там иду на тренировки, с тренировок, когда где-то на улице. И в итоге так закрутилось, что сдружились, ну и все. Как ты скромняшка. Подожди, ты ему подарил вообще в первый год вам телефон, да? Какой-то подарок сделан ему. Да, и айфон подарил. И он просто там, сердечки в глазах, да? Ну, офигел, да. Я правильно понимаю, что многие игроки, у всех из вас, из восьмерки, есть телохранители, но многие телохранители как бы не впускают настолько близко к команде. Многие, когда они идут в ресторан, оставляют телохранители за пределы заведения. Наверное, да. С тобой такая история вообще не прокатывает? Нет, да. То есть Ларри сидит... Ларри был полноценным, и есть полноценный... Член команды. Ходит в команду. То есть вы входите вместе в рейстики? Да. Он ходит с нами. Болтаете? Болтаем. Но он говорит, что нет, не пойду, но в итоге я его заставляю. А я видела в начале турнира, у кого-то из твоей команды был, по-моему, день рождения, да? Да. И Ларри тоже был. Что вообще ребята говорят? Да все... Не, ну что, когда, понятное дело, познакомились, подружились, все круто, все классно. А были какие-то опасные моменты в Турине, когда действительно Ларри... Причем, чтобы, ребят, чтобы вы понимали, там Ларри полностью укомплектованный человек, там как бы абсолютно серьезный дядя, у которого большое военное такое прошлое. И он там, ну как бы... Человек решал очень большие задачи. Вот. Было так, чтобы Ларри впрягался? Чтобы прям впрягаться, впрягаться нет, потому что отношения ко мне очень нехорошие, слава богу. Поэтому нет, никогда... Ты встречался сейчас с своими фан-пабликами, фан-клубами в Турине? В Турине, не знаю, были ли именно те, кто ведут аккаунты. Да-да, они приезжали. Приезжали. Тогда я могу сказать, не помню, но в Вене, в Париже точно видел. Тебе каждый год практически дарят какие-то книжки, музыкальные открытки. Моя любимая книжка, она была очень трогательной, когда тебе на день рождения подарили сборник, по-моему, то ли стихов, то ли музыкальных каких-то композиций. Нет, было... Ты мог телефоном навести на QR-код и прослушать. Это был не только сборник музыкальных композиций. Помимо этого, там были собраны комментарии, не знаю, с какого-то количества людей из разных стран, с каким-то комментарием обо мне. Это где вообще все у тебя хранится дома? И часто очень долго хранилось со мной в чемодане. Серьезно? Сейчас они подарили новую книгу, и она, по-моему, со мной. Пару лет назад ты говорила, что один из самых быстрых игроков в туре – это Даня. В плане передвижения? Да. Да, их можно, по сути, перечислить. Вот я это и прошу делать. Видишь, ты уже чувствуешь, какие вопросы ему задавались. Ну, по сути, да. Топ-3 давай. Топ-3? Ну, вот топ-4 могу сейчас сказать. Даня, Алькарас, Синер, Чокович. А ты входишь в топ-5, да? По скорости передвижения нет. А какое ты себе место отдашь? Точно очень прибавил в передвижении за этот год, и я это очень сам чувствую, но еще все равно далек от них, и хуже, мне кажется, в плане передвижения, чем какие-то игроки, которые… Стоят ниже, чем ты. Ну, на данный момент, да. Мне кажется, пару игроков точно быстрее… Ну, не пару, а человек 5-6, я думаю, которые ниже меня стоят быстрее меня. Ты вообще смотришь какие-то статистические данные после сезона? Сколько ты матчей выиграл? Это имеет значение? Ну, я тебе скажу. 52-26 у тебя? Больше половины. Ну да, это окей? Ну, не знаю. Вот поэтому выглядит вроде как не очень, мне кажется, но если смотреть в плане результатов, то получился лучший сезон. У тебя там печально с тайбрейками, у тебя 19-18 с тайбрейками. Печально, исправим. Я не сомневаюсь в этом. Поэтому я не хочу смотреть статистику, потому что звучит 52-26, как будто просто, типа, средняя, потому что половину выиграл, половину проиграл. А если смотреть по результатам, то 6 финалов, 2 титула, мастерсы. Обережаешь мои вопросы. Поэтому лучший сезон на данный момент в карьере, поэтому я лучше так буду смотреть, чем статистику. Окей, молодец. Башта, ты Монте-Карло выиграл, 4 финала проиграл. За какой из финалов максимально оберегает? Шанхай. Потому что мастерс или потому что были шансы? Потому что были все шансы и потому что мастерс. Расскажи про команду. У тебя вот в прошлом году, я очень хорошо помню итоговый турнир. Два человека. Два человека. Фер, верный твой, тренер, друг, я не знаю, партнерка, в нормальном смысле слова. И твой тренер физио. Он был как физио и фитнес, да. И был второй тренер, по-моему, Фера, Абраам, который, его не было в Турине. Не было в Турине. Но и по итогу года мы закончили после Турина. Сейчас у тебя, подожди, я сейчас насчитаю. У тебя Фернандо, Альберто, Чарли, правильно? Да. Маркус, Галла, Ларри, 6. Растем. Ну, получается, да, я понял, что физио и фитнес в одном лице не работает. Это очень тяжело и некомфортно. То есть надо было разделить, чтобы был один человек физио, один фитнес. То есть это уже сразу из одного превратилось два. Плюс поменялся второй тренер, уже четыре. И, да, и получилось, что поменял агентство. И сейчас, если раньше в агентстве, которое было, то не так часто агент прилетал. В новом агентстве агент намного чаще прилетает. Вообще-то интересная история. Давай расскажем. Подожди, потому что Галла – это не просто человек с улицы, не просто агент. Я, по сути, играл сам в теннис, тренировал многих игроков. В том числе Карена. В том числе, да, Карена. И, по сути, когда он тренировал Карена, я к нему обратился за помощью. Не знает ли он какого-нибудь тренера. И он был тем самым, кто уговорил Фернандо работать со мной. То есть ты чувствуешь такой, как бы, трепет по отношению к Галлу, что ты ему обязан, да? Ну, конечно, да, потому что, да, потому что, если бы не он, то... Не было бы Фера. Не было бы Фера, и причем Ферн не хотел работать. То есть, по сути, он мог просто, даже если бы он хотел помочь, он мог просто спросить, нет-нет, и сказать мне, типа, ну, я спросил, как бы, Ферн не хочет, он хочет сейчас быть семьей. А он именно, получается, проявил усилия, то есть сколько-то его обрабатывал, уговаривал и так далее. И в итоге у него это получилось все какое-то время. То есть, да, поэтому уже как... А как можно Феру говорить? Потому что Феру абсолютно на чиле, на релаксе. Ну, поэтому на чиле и на релаксе. А как, подожди, какие были аргументы у Гала, что суперталантливый, молодой? Не знаю, возможно, что какой-то молодой, бешеный, который любит теннис и всякое такое, потому что, да, Ферн супер на расслабоне, на чиле, и ему ничего не надо. То есть он кайфует просто быть семьей, быть на корте. Ему не нужны никакие-то выгоды, никакие-то там деньги, либо еще чего-то, потому что предложений у него было куча за всем другие деньги, и ему это ничего не надо. Плюс он тогда только закончил работу с другим игроком, и поэтому он, наоборот, вообще не хотел работать. Хотел просто уже, да, все, дома быть, ему никакие предложения не нужны, ему хватало того, что он зарабатывал в академии, и он хотел быть семьей, и все. И тут встретились вы. Ну да, и тут получилось, вначале голову получилось его уговорить, и потом я прилетел на пробную неделю тренировок. И прям с первой этой тренировки у вас все пошло-поехало? После первой, ну, второй, может быть, второй, я уже точно понял, что те тренировки, которые сейчас за эти два дня, у меня не было таких тренировок никогда. А он? Как ферно тебя реагировал? Он тоже сразу понял, что ты его очень... Я в шоке, что приехал русский, который бездумно бьет с каждого мяча, не двигаясь, ни мышц, ничего. Что-то там еще орет, возмущается. Хотя там мяч в метре от него, он уже не двигается. Он такой, уф. Беру, беру. Нет, беру, уф, куда я попал. Сколько же еще нужно работать? А он думает, что сейчас, типа, он за... Чуть ли там не за пару месяцев уже будет игроком. Ну, Галла крутая карьера, получается. Он тренировал многих хороших игроков, потом перевелся и стал агентом, правильно? Он работал в агентстве ОПИКе. Да. И теперь он открыл что-то свое. Да, получалось, он тренировал, насколько я помню, и Филисиана Лопеса, и Мила Шараонича, и Карена. Второй тренер Доминика Тима. И потом получилось так, что Пике изменил кубок Дэвиса. Формат проведения. Да, формат проведения. И ему нужны были какие-то там работники, кто бы помогал ему с кубком Дэвиса. В итоге Галло с другом сделали уже свое агентство. И ты перешел, получается. У тебя сначала был АМГ, потом Космос, а теперь агентство Галло. Да, ну, Космос был с Галло. Из-за него, в первую очередь. И получается, потому что они открыли свое, только я в пакете с ним. Все включено. Все включено. Слушай, ты мне говорил в 2019 году, что содержание твоей команды стоит, варьируется от 700-800 тысяч евро. Ну да. Но тогда вас было не так много. Поэтому, возможно, сейчас побольше. Даже если убрать Ларри, у вас все равно пятеро. Сейчас побольше, возможно, да. Не знаю, но побольше. А как ты не знаешь? Ты опять не считаешь, что ли? Это ты так много зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь? Или ты просто не умеешь считать деньги? Андрюша, тебе уже не 20. Милый мой. Ну, мне кажется, да, побольше. 26 лет нужно-то как? То есть у тебя нету там, не знаю, тратки или заметки в iPhone? Нету. Сколько затрат? Нету. И сколько фриблей нету. Но сейчас хотя бы нужно подумать, сколько затрат. Почитать. Подожди, но если у тебя есть какие-то траты, там, не знаю, снимаешь квартиру, ты ездишь, ты просто вот так вот... Ну нет, ну, понятное дело, я стараюсь адекватно оценивать цены и не... что-то космического не вытворять. То есть ты даже не знаешь, сколько у тебя на банковском счете денег? Ну, плюс-минус, конечно, знаю. Какая-то цифра у тебя вырисовывается. Да. Ты можешь ошибиться, шаг какой? Тысячи или миллионы? Да, миллионы. Тебе 26 лет. Как ты будешь не считать деньги? И ты реально... Вот в год ты не понимаешь, сколько ты тратишь на команду? Ну, около ляма на команду. И еще вне команды до хрена мешается. Потому что отели, не отели, перелеты, не перелеты, еда. Как строятся взаимоотношения на бытовом уровне внутри команды? То есть вы приезжаете на турнир, ты за все платишь. Ужин, вот вы идете на ужин, это твоя зона ответственности, все шесть человек. Да, но фер, поскольку он очень такой же, как я, совестливый и так далее, получается так, что очень часто он платит. Даже. Когда я об этом даже не знаю. То есть он может встать, уйти. И расплатиться, закрыть счет. Да, и уже, когда я возвращаюсь, счет оплачен. И он это делает стабильно, и это тяжело с ним спорить. Поэтому, понятное дело, большинство ужинов в плащу я, но он единственный, кто такое делает. Ты мне четыре года назад говорил, что еще у команды есть бонусы. Они как-то выросли за то время, что ты прибавил и в рейтинге, и в заработках. У Фернандо есть процент. Только у него? У Альберта есть? У Альберта тоже есть процент. Ты сейчас вне кадра говорил о том, что ты даже не понимаешь, какие зарплаты у твоей команды. Я знаю зарплату Фернандо, потому что я это помню, как сам согласовывал и обсуждал, какую ему было бы, комфортно. На мой взгляд, хорошая зарплата. Когда агент присылал договоры, то я видел цену и плюс-минус я понимал, что это адекватная цена и соглашался. То есть я плюс-минус понимаю. Но опять же, там, возможно, на тысячу могу ошибиться. Андрюш, ну ты заслужил это на самом деле, потому что ты пятый в мире, и как бы это все заслужено, заработанные деньги. Но я очень надеюсь и желаю тебе, чтобы ты посерьезнее к этому... Ну ты же понимаешь, относился к тебе, что теннис... Уже сейчас идет работа. Да, что теннис, как бы он закончится, и это состояние можно достаточно быстро пропустить. Да, и история знает такие. Ты не боишься этого вообще? Нет, не боюсь. И ты продолжаешь так к деньгам, да, легко достаточно относиться? Ну как, ты уважаешь эти самые деньги, но для тебя это не самое важное? Да. Ну такое будет отношение, неважно после карьеры, или даже если каким-то образом все профукаю, оно... Состояние у меня будет одинаковое. По-моему, сейчас я... Чтобы понимать свои затраты, просто ради адекватности, это буду стараться делать, но отношение к деньгам такое же. Почему после отличного, классного контракта с Найки, которые тебя холили или лели, которые платили бонусы, которых ты любил очень, вдруг тебе пришла мысль создать свой бренд рубла, и сколько ты на это потратил все? Потому что на тот момент они, по-моему, не могли переподписывать, когда контракт заканчивался, русских спортсменов. И поскольку, да, отношения с Найком очень хорошие, и все у нас супер, они предлагали все равно какое-то предложение на год, что в конце года уже переподписать, опять на нормальный контракт, на что я сказал, что я не собираюсь никуда уходить, никаким брендом, ни за какие деньги, но хочу попробовать сделать свое, отыграть в этом год, и посмотреть, что из этого получится. Люди понимали, ты в это вкладываешься? Да, свои деньги. Свои деньги. Ты знаешь, сколько ты потратил? Ну, примерно. Примерно, опять же, ошибусь, насколько это возможно, десятков... Тысяч евро. Тысячи евро в не ту сторону, я думаю, больше, но как минимум около 250 тысяч. Евро? Да, мне кажется. Но мне кажется, больше. Тебе нравится это? Ну, что для тебя это? Если то, что в голове как-то чуть-чуть реализуется, то очень понравится, а если не реализуется, ничего страшного. Ты не знаешь, какой будет реакция людей, которые захотят или не захотят покупать эти вещи? Да, потому что сейчас реакция очень хорошая, и постоянно прям уже... И много пишут мне, и много в каждом турнире постоянно спрашивают, и мне друзья говорят, что у них постоянно спрашивают, и там в каких-то школах дети прям хотят хотя бы даже просто там могу ли я передать бандану или еще чего-то, потому что они прям бредят и хотят. Поэтому посмотрим. А сколько ты потерял в деньгах? Потому что условно, вот в параллельном мире, если бы ты заключил контракт, не знаю, с... С Nike или продавал? Ну, нет, нет, ну смотри, Nike, понятно, нет. Ну, пару лямов. Пару лямов? То есть игрок твоего уровня стоит в год пару лямов? Не знаю, это все не дуально. Ну, я про тебя говорю. Ну, я бы потерял пару лямов. Точнее, я не бы потерял пару лямов. Слушай, я в эфире больше рассказывала свой факап грандиозный, когда в начале года я еще активно участвовала в пошиве, так сказать, сейчас отдела отошла, как мы тебе шили шорты. Которые были с маленьким кармашком. Ты их постирал, и у тебя выпадал мячик. Да. Прости меня, пожалуйста, за это. И, ну, сейчас я уже настолько привык без мячика, что даже когда с нормальными карманными шортами уже очень некомфортно. Ну, вот расскажи, потому что я понимаю, что для игрока это огромный стресс. Ты привык к определенному уровню одежды, к определенной ткани, чтобы она там определенно сидела, чтобы когда ты там подаешь, то, что ты какие-то вещи ощущал до автоматизма. Я бы сказал, что больше, наверное, про майку и кроссовки. Шорты, по сути, не так. Ну ладно, это ты сейчас пытаешься сказать. Но у меня вопрос в другом. Для тебя это был стресс? Вот так вот переодеваться? Даже не про карманы в целом? Переход? Да. Потому что я чувствовал, что я делаю. Дурак какой-то. А сейчас ты считаешь, что ты правильно сделал? Посмотрим. Ну, сейчас хотя бы привык уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот кто ты? Ты можешь сформулировать? Потому что я тебя знаю как там человека с большим сердцем, уважающим и любящим других людей, скромным. Но порой я вижу совершенно другого Андрея на корте, который говорит «иди в жопу», а ровно фотографа. И, ну, как бы, ну, честно, ведется мне не очень адекватно. Вот кто ты? Кто ты на самом деле? Так... Хрен знает. Кто я? Ну, как минимум, человек, который любит свой вид спорта, который, получается, как профессиональный теннисист, наверное, и просто как хочется вне корта улучшаться и быть лучшей версией себя. Вот так. Понятное дело, что и совершаются и ошибки, и эмоциональные некрасивые выплески и где-то неадекватные совсем из-за того, что иногда желание настолько берет вверх, и ты становишься зависим от этого, что хочу, хочу, хочу. вот надо, 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 и ничего не слышишь, ничего не видишь, и в итоге, когда картинка не сходится, то начинается какая-то паника, которая может немного не в адекватную эмоцию выложиться, что потом получается мемы в интернете. Да, блядь, сука, скау! 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 Она сказала, что это гениальная фраза на все времена. Каждый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда каждый из нас хочет сказать how many times. Почему ты себя бьешь? Из-за какой-то обиды на себя, из-за какого-то нехотения бить ракетку, а пол... Поэтому лучше об коленку, да, разодрать? Не, лучше, лучше об пол, но из-за того, что я очень выбирательный с ракетками, мне тяжело подобрать, чтобы мне нравилось, и это занимает долгий процесс. Если я ее сломаю, а другие мне не нравятся, то тогда это еще хуже. То есть лучше ногу, да, сломать? Не лучше, но иногда в моменте ты не думаешь, есть какая-то безумная обида на себя в моменте, которая она выплескивается, и потом ты начинаешь себя еще больше винить и ненавидеть из-за того, что ты это сделал снова, и ты себя ударил, и какой-то замкнутый круг. Но если не брать Турин, то получилось вот с Юйс Опена достаточно долго не бить. Руки у тебя... Руки вот целые, руки перестал хотя бы бить. Нет, ну ты там в Турине тоже себя шмякнул. Ногу, колено. Но ногу-то я помню, это в последнем матче. Я на самом деле улыбаюсь, но это ужасная тема. И когда ты на это смотришь, прям ужасно. И ужасно выглядит мерзко. Я вчера гуглила, читала, что такое селф-харм, потому что когда человек под какими-то инстинктами пытается причинить себе боль, это значит, он чувствует то, что ты и сказала, какую-то вину. Обидно на себя. Это попытка, более того, сохранить контроль, когда человек теряет тот самый контроль над жизнью в разных ее проявлениях. Чувствует себя одиноким и не ощущает стабильности. Остается единственная вещь, над которой, как ему кажется, можно сохранить тот самый контроль. Это его тело. Не знаю насчет конкретного всего перечислено, но то, что да, за какую-то обиду на себя и за чувство вины 100%. Мы с тобой несколько лет назад разговаривали, и ты мне рассказал в интервью, что ты сам себе сломал руку. Да. Да. И такое бывает. Да. Тоже после поражения было это... Особо ничего не научила, Я долго научила. Звучит это, ну, такое, как будто себя в душе, да? Пытался закрыть створку душа и в итоге так шмякнул, что у тебя был перелом в руке. И ты еще 3-4 месяца не играл. Там два. Два. Я достаточно быстро восстановился. Молодец, заживает, да? Не слушал врачей. Как после такого опыта, когда ты знаешь, что ты можешь сам себе повредить важную для тебя часть тела, ты продолжаешь себя бить по ногам. И ты мне тогда сказал, эта история научила меня. Научила, да. В моменте научила. Это было... Это знаешь, когда было? Это было... Сейчас 4 года прошло. Третья память. Ну, научила, да, тогда на тот момент и казалось, что все. Помню. Когда энергетически я себя чувствую сейчас восстановленным, то мне на корте это намного легче дается, чем давалось, скажем, в начале года. Но вот когда я себя истощенным чувствую, то опять в моменте это тяжело дается, потому что ты чувствуешь какую-то обиду на себя, что ты делаешь не то что-то, и эта обида растет, растет, растет. И в итоге ты... Но обида на себя, правильно? Да, на себя, конечно. И в итоге ты уже не знаешь, что сделать, чтобы как-то, не знаю, не разбудить, не разбудить, сказать себе, все, давай, блин, действуй, не действуй. И в итоге ты делаешь это, не думая. И когда ты делаешь это, в моменте ты понимаешь, что ты вообще творишь полную неадекватность. И эта обида в итоге еще больше удаваивается. Я сейчас после всех твоих рассуждений я в шоке, что ты говоришь о том, что ты бережешь ракетку, поэтому об пол ее ты не хочешь стучать, чтобы не повредить ракетку. Ну, когда наступает один момент в матче, когда уже и обида на себя слишком большая, и еще и уже какая-то фигня в матче, то уже может говорить, слушай, что пошло все нафиг и шлепнуть ракетку. Уже пофиг, уже сарай, горе и хата. И нет у тебя ощущения, что ты слишком серьезно относишься к теннису? Есть, конечно. И это не дает... Это в каком-то смысле... В общем, если это сбалансировать, эту серьезность, то это очень помогает. Но из-за того, что она чуть-чуть не сбалансирована и немножко серьезность это не в адекватную иногда сторону, то это очень мешает. Это как мания у тебя получается, потому что ты себя не представляешь вне тенниса вообще. Ну, какая-то, да, мания, да. То есть у тебя сейчас вот перерыв сколько? Два-три дня? Четыре? Неделю? Пять? Неделя. То есть мы видим фотки с Мальдив, как все там отдыхают, тусят. Там, не знаю, недели-две позволяют тебе после такого сезона. А ты через пять дней пойдешь тренироваться. Плюс-минус, да. Это адекватное отношение к своему телу? Этого тебе хватит? Недели, да. Ну, сейчас, по сути, у большинства игроков, кто... Кубок Дэвиса. Закончил Турин, у них всего лишь неделя отдыха, у кого-то еще вообще Кубок Дэвиса. То есть там сейчас мало, кто был в Турине, у кого будет именно две недели отдыха. То есть если бы я бы закончил сезон, допустим, в Париже и не отобрался бы на Турин, по-любому мне бы дали... И я бы взял бы недели-две отдыха. И ты бы поехал на моря? Я не знаю, куда бы я поехал. Ты бы не поехал. У меня нету такого заранее спланировать у меня как-то в моменте по ситуации. Просто мне кажется, ты вообще умеешь отдыхать? Активным отдыхом, да. Просто отдыхать нет. Тебе тело позволяет? Ты вот прислушиваешься к нему, оно тебе позволяет вот такие нагрузки в течение года приобрести? Конечно, иногда я чувствую, что все, я истощен, и мне нужно взять там два-три дня паузу и какой-нибудь там дней пять просто потренироваться, вернуть вот это моральное состояние, готовое соперничать. Потому что даже если ты играешь неделю за неделей, и, допустим, даже если ты не доходишь до конца, то все равно это истощает. Я сейчас буду достаточно личные вопросы задавать, контролируемые. Все-таки работа условно с психологом, и вообще эта тема психотерапии, она достаточно непростая. Ты наверняка читала сообщения тоже и комментарии хейтеров и твоих болельщиков. Найми себе психолога. Есть психолог. Так, что ты можешь об этом рассказать, и что ты хочешь об этом рассказать? И когда ты к этой мысли пришел? Потому что, опять-таки, четыре года назад Андрей Андреевич Рублев говорил, что я знаю теннис лучше, чем любой... Я сформулирую. Было-было. Андрей Андреевич Рублев говорил следующее. Я знаю теннис лучше, чем любой специалист. И кто мне может помочь? Я знаю. Я тогда в силу своей неграмотности неправильно сформулировал. То есть, отчасти это, наверное, так и есть. Но есть другие моменты, которые есть вне корта. Потому что тогда, как бы, с какими-то проблемами я еще не столкнулся. С какими-то уже столкнулся, и у меня получилось их пройти какие-нибудь, например, как... У меня было две травмы. Первую травму я прошел совсем ничего не поняв. И вот только со второй травмы я сделал правильные какие-то анализы, выводы, что дало безумный скачок вверх. Возможно, если бы я бы сделал после первой травмы такие выводы, то второй бы травмы и не было. Вот. И как раз таки, когда ты с какими-то проблемами... Потому что всегда будут какие-то проблемы, и когда ты с ними сталкиваешься и не знаешь, как их решить, не знаю, там, пусть будут родители, пусть будут отношения с друзьями, либо налаживание личных отношений и так далее, и так далее. И когда начинает тебя это стрессовать, то это очень сказывается на корте. потому что все со своим связано, и вот какие-то такие моменты психолог помогает тебе прорабатывать и понять, как лучше там принять себя или в каких-то моментах с какими-то своими качествами поработать, чтобы, возможно, там было лучше отношение с друзьями, если проблемы с дружбой, либо с родителями, если проблемы с родителями, либо с парнями, девушками, если проблемы в отношениях, и ты как-то тоже начинаешь в этом немного расти, потому что всю свою жизнь я только тренировался и рос в теннисе. Вот. То есть ты не знаешь, что за пределами тенниса? Ну, по сути, да, не так уверен. И когда с какими-то проблемами ты сталкиваешься и загоняешься, потому что не понимаешь, как и что, либо почему меня не понимают люди, либо почему вроде мне хочется одного, а мне говорят делать другое, и у тебя не складывается пазл, ты начинаешь стрессовать, винить себя и так далее. И это все сказывается уже полностью на теннисе, потому что ты себя не чувствуешь свободным, ты себя не чувствуешь легко, и вот какие-то такие моменты психолог очень может помочь и направить, если это, опять же, правильный психолог, потому что их все равно, мне кажется, тоже очень мало, как и любого тренера, чтобы найти, это прям большая проблема, потому что нету хороших и нормальных тренеров. Сколько ты в терапии находишься? Я не знаю, во-первых, у меня сложилось так, что повезло второй тренер, который сейчас, он заканчивал курс спортивного психолога, то есть мы, он может какие-то вещи более моим языком объяснить, в плане тенниса, что тоже очень помогает, какие-то вещи мы делаем вне корта, плюс, да, какие-то дополнительные терапии, я сам делаю отдельно. Но это регулярная, да, какая-то история, либо ты по запросу внутреннему? По ситуации, по времени, если я прям день загружен, или неделя загружена, понятное дело, может быть, и ничего нету, если я там чувствую, вот у меня день, вечер свободный, то тогда занимаюсь. Можешь прям долго про себя говорить? Просто для некоторых парней это прям реально проблема. Говорить про себя, мне кажется, наоборот, для многих парней про себя говорить они очень любят. Не знаю, я со своим мужем, мы ходили на терапию, это была прям проблема. Потому что Степа скромный. Ну ты тоже скромный, поэтому я задаю вопрос. Два половина других людей, которые самовлюбленные, они только про себя и говорят. Я задаю вопрос про тебя. Тебе комфортно про самого себя же рассказывать? Ну сейчас же я рассказываю. Потому что я тебя вынудила. Ну вот по сути, там тоже где-то вынуждают. Там тоже вынуждают. То есть ты сейчас можешь сидеть и говорить о том, что тебя волнует? Ну вот как с тобой, когда вынуждают, да, так. Наверное, тяжело про себя говорить. Когда просто... Тебе сейчас сложно? Нет. Я тебя очень хорошо помню в юниорском возрасте, лет, наверное, с 14. Вот в тот промежуток времени ты был абсолютно такой рыжий, извини, счастливый парнишка вот с такими ногами. И видно было, как ты обожаешь теннис и получаешь огромное удовольствие от того, что ты сейчас делаешь на корте. Вот сейчас я такого мальчика вообще не вижу на площадке. У меня порой ощущение, что ты очень много страдаешь. Да не хочу говорить, что я страдаю, потому что это будет некрасиво, неправильно по отношению к другим людям и ко всему, что происходит. Поэтому я точно не страдаю, потому что у меня, мне повезло, у меня все в жизни складывается, все в жизни есть. Есть, понятное дело, какие-то моменты, проблемы какие-то мои личные, где я ищу себя и пытаюсь как-то с ними разобраться и понять, что на мне сказывается. Единственное, что спасает и помогает очень теннис и мысли о том, что нужно улучшаться и еще есть время и еще есть куда расти очень мотивируют. И вот последний Небрав Турин я действительно кайфанул от результатов и от того, как я играл. То есть я такого давно не чувствовал в плане игры. Я объясню, почему я спрашиваю, потому что сейчас мы видим много игроков, которые прям, знаешь, они улыбаются на корте. И у меня такой вот, я в Турине смотрела твои матчи? Ну, в Турине не берем, в Турине согласен. Ну, даже Париж, я не знаю, вот последние несколько месяцев... Париж вообще прошел идеально, я бы сказал. Да? Ну, хорошо, давай как зритель. Меня не было в Париже, вот я там смотрю, стараюсь все твои матчи смотреть, в Турине было живьем, Париж это телек. Вот у меня есть пример, я не сравниваю, вы разные люди, но тем не менее, Алькарас. Чувак просто весь матч улыбается, ну, как бы он борется, у него энергия такая, вот знаешь, прям позитив. И он там с командой, вот это вот все. Дальше я включаю, Рублев на аккорд выходит. И я прям вижу, что как прям вот груз, ты прибабахнутый вот какой-то ответственностью. И я вот не понимаю, наверное, легко относиться к теннису на долгосрочной какой-то перспективе тоже неправильно, и ничего не получится. Но если говорить про здесь и сейчас, это прям такое удручающее зрелище. Ну, Карлитес, он еще молодой, из-за него пока все вне корты, все спланировано, все делается, и у него получилось, потому что он нереально крутой игрок, у него получилось все идеально выстрелить, он уже и номер один, и уже выигрывал шлема. Понятное дело, что у него, в принципе, удалось то, чего хотят добиться теннисисты, там выиграть шлем, стать первой ракеткой, у него это уже получилось. Понятное дело, что сейчас у него уже больше как еще, еще, и удержаться, и еще шлема, и еще шлема, и вне корта, пока у него все очень за него спланировано и сделано, и мне бы очень интересно было посмотреть, когда он столкнется с какими-то жизненными ситуациями, как он с этим будет справляться, потому что это все равно нужно время и нужен опыт, чтобы в этом как-то разобраться, понимать, не важно, даже условно, банально, например, агентство, какие-нибудь там проблемы с агентом, то есть, когда вы там, допустим, расходитесь, и как эти контракты, не контракты, куда что уходят, потому что тогда тебя будут пытаться выжить по максимуму с тебя, и вот такие моменты как минимум уже сказываются, что ты начинаешь чуть-чуть думать не только о теннисе. в Париже, я бы сказал, наоборот, в матче с Новоком, я бы даже сказал, что я даже кайфовал, когда играл, просто в Париже в целом мне очень не нравятся условия, и сам турнир очень тяжелый, потому что вы находитесь весь день как в бункере, то есть вы не видите внизу, вы не видите света, вы не видите ничего толком, меня еще последние два матча ставили самым последним матчем, я там начинал даже три матча я играл в один с вечера, то есть ты сидишь в этом бункере, ждешь, понятное дело, состояние не не ахти какое, но, например, те же матчи в Шанхае я прям кайфовал, я бы сказал, даже с первого матча от игры, и как у меня получалось играть, и в Шанхае прям вот, наверное, мне очень помог с хорошей точки зрения. Есть такая история, что ты как-то вот с детства ты рассказывал сейчас про Алькараса и про то, что он там галочки поставил, да, стал первым, шлем выиграл, вот есть такая история, что с детства у тебя как-то тоже есть эти пункты, которые ты должен закрыть, и, подожди, я не договорила, у тебя получается, что жизнь равно теннис, теннис это равно выиграть шлем или стать первым, и если одно из этих как бы вот частей выпадает, у тебя как бы не реализуется то, что ты планировал с детства? Не знаю, сложно ответить на этот вопрос, потому что, конечно, я играю и хочу выиграть и шлема, и попробовать достичь первой строчки, и буду все для этого делать, все, что возможно и невозможно, но как-то стараюсь не на этом думать, не на это внимание заключать, а стараюсь думать о себе, что хочу реализовать свой потенциал, то есть пытаюсь все внимание убрать на себя, чтобы сфокусироваться на свой потенциал, прорабатывать вещи, где мне еще можно прибавлять. А конкретно потенциал это что? Ты сейчас понимаешь, что такое? Да, что у меня еще очень много, то есть я стою условно сейчас пятый, делая определенные вещи и какие-то вещи, даже игроки, которые стоят хуже меня, они делают лучше, но при этом я стою пятый, то есть условно движение на корте, есть игроков пять-шесть, которые точно лучше меня передвигаются на корте, и я чувствую сам, что я могу быстрее еще быть и быстрее. Я за этот год очень прибавил в движении, также во многих ударах я чувствую, что я могу и слева еще лучше играть, и я уже чувствую, как тоже в этом году я намного прибавил слева ту же вторую подачу, если я научусь ее еще агрессивнее и разнообразнее подавать, это бы дало большой плюс, потому что очень многие, особенно кто стоят топ-15, почти у всех она агрессивна и разнообразна, и разнообразна, я бы сказал, что я один из 15 игроков, у кого при первой хорошей подаче, потому что в вейсах я достаточно по статистике я высоко стою, то вторая подача набора слабее, чем у всех вот этих, допустим, топ-15 игроков, и я все равно стою пятый, то есть даже я прибавлю здесь, это еще больше даст плюсы, выходы к сетке, которые уже тоже начинают делать больше, где-то не получается, где-то получается лучше, также психологически еще есть куда расти и расти, и вот посмотреть, куда эти улучшения могут меня довести. Как ты можешь оценить свою карьеру, представь, там через энное количество лет, чтобы ты сказал, я доволен? Если я достигну своего потолка потенциала, если этот потолок потенциала будет без шлема или без строчки номер один, хотя бы, ну, как бы, я буду себе не врать и смогу сказать, что да, просто мой уровень не был хорошим для шлема. Мой потенциал не был хорошим для шлема. Вот эти четвертфиналы на шлемах, знаешь, вот все журналисты задаются вопросом, это менталка у рубля, есть ли это уже какой-то... в каких-то случаях, в каких-то случаях и менталка, в каких-то случаях игроки были лучше, чем я, в каких-то случаях я был еще не готов совсем, вот. Я выписала по поводу вот твоих выступлений в этом году, то есть Медведев, да, на Юс Оупене, четвертфинал, Булдон, Джокович, Астралия Джокович. Да, но особняком, конечно, стоит Ролан Гарос и Санега, где-то 2-0 по сетам, Джокович проиграл. Окей, если мы Санегу как бы за скобки выносим, Медведев, Умблдон и 2 Джоковича. Ну, как бы с Джоковичем... Ну, вот на Умблдоне, мне кажется, я показал хороший матч с Джоковичем. Ты сет первый выиграл. Сет первый, да, выиграл с Дани на Юс Оупене, вот психологически, мне кажется, он был все-таки в тот момент сильнее меня, что сказалось, потому что, опять же, я ввел в каждом сете с брейком и не было такого ни разу, что введя в каждом сете с брейком, я не выиграл хотя бы ни одного сета. То есть, никогда такого не было в карьере. То есть, хоть один сет зацепишь. Введя с брейком, всегда выигрываю. Но ты же сам понимаешь, что все равно, доходя до четвертьфинала с таким там словно пассивом плюс-минус, ты в любом случае будешь натыкаться на кого-то большого. Да, и бывает, что и нет. Бывают, да, какие-нибудь игроки. Но это был Чилич в четвертьфинале на Горосе. Ну, вот это был прям хороший шанс Чилич в четвертьфинале на Горосе, на Грунте, чтобы пойти в полуфинал. Там я просто не справился с эмоциями. Проиграл. Ты там просто проиграл. Я там просто проиграл, потому что не справился с волнением, со всеми нервами, которые давали мысли в голове, что вот это шанс, наконец-то, вот это шанс. Ну и все. У тебя есть план Б, если не идет твоя игра? Сейчас какой-то там план с маленькой Б начинает прорисовываться. Ну, изначально вот... Ну, изначально... Подожди, в этом году ты, кстати, много матчей выиграл, когда ты играл, ну, не супер, но ты их выиграл. Соответственно, план Б вот... Ну, какой-то уже есть маленький. А можешь сформулировать на моем обычном языке? Если все нормально, стараюсь играть по-своему, то есть это играть агрессивно, стараться брать инициативу справа и растаскивать игроков, потому что с задней линии у меня часто получается преимущество из-за того, что я могу очень хорошо играть в темпе и поддерживать высокую скорость, чего иногда не хватает у других игроков. Когда там я играю не очень, у меня не получается, то тогда, понятное дело, я начинаю более стараться играть надежней, держать мяч, выжидать уже прям конкретного момента, уже больше давать где-то инициативу тем игрокам, потому что многие тоже, когда какой-то важный момент зажимает всех, и из-за того, что там они пытаются рискнуть, часто случаются ошибки, потому что это нормально, и вот какие-то в таких моментах, когда там играешь с игроками пониже рейтинга, стал срабатывать вот такой план Б, что хватало, чтобы выигрывать матчи. Понятное дело, если я сейчас в топ-10 с кем-то так буду играть и давать инициативу, играя не очень, то меня прибьют. То же самое, как и в их ситуации. Поэтому, когда игра идет с каким-то топ-игроком, то здесь кто в моменте лучше играет, лучше чувствует, лучше готов, как правило, и выигрывает. А это может на неделю, на неделю, за неделю вообще быть два разных матча. Здесь победы над тройкой великой. Да. Ты тот теннисист, который обыгрывал и на далее Федерера и Джоковича. Да. Какая победа особняком стоит? Все разные. Потому что Федерер была какая-то что-то сказочное и нереальное. То есть это так сложилось, и это еще и первая самая такая значимая победа. Ну, просто какая-то сказка, звезды сошлись, там планеты все встали в ряд и так далее. То есть что случается раз в 700 лет оно случилось, астероид пролетел. Да ну камон, ты круто играешь в теннис. но тогда я вообще не был готов. То есть это как будто дали мне подарок, типа там все слишком идеально было в том матче. Как ты можешь? Ты, блин, у тебя амбиции должны быть, эго. Амбиции есть, но когда я забыл заявиться на турнир, когда я вообще не должен был там играть, я попал каким-то последним альтернативом с одной ракеткой, которая трясется, тряслась ручка. И я играл с игроками, которым я всегда проигрывал, вот буквально неделю назад, то есть я там Кукушкину в том же году проиграл раза три или четыре, проиграл Басилашвили несколько раз и финал в Гамбурге в Авринку вообще меня всегда легко обыгрывал. И я их там раз обыграл, два обыграл, третьего обыграл и как бы играю с Федерером и мне эта ракетка, которую я играл, мне она вообще не нравилась и тут каким-то образом что бы я ни делал, все попадало, просто все, как будто я никогда плохо в теннисе играл, то есть какие-то подачи невероятные были, которые никогда их не было и вторая каким-то образом была вообще сверх какая-то, то есть даже там у него не получалось с нее атаковать и какие-то приемы, и какие-то слеты, удары какие-то залетали вообще какими-то магическими способами и психологически просто был как будто надалем. Ну, потому что ты на корте проводишь большую часть своей жизни. Ну вот, и как будто дали подарок, вот посмотри, каким ты можешь быть, если ты будешь двигаться правильным путем и после матча с Федей вернули как бы в реальность. Типа, теперь давай, да, вот, иди работай. Ведер разобрали. Рафа? Рафа, это было что-то тоже особенное, потому что там я уже чувствовал, что мой уровень игры позволяет мне бороться на равных, позволяет уже играть, и плюс даже не важно, что это было на грунте, то есть я чувствовал, что мой уровень игры уже позволяет реально играть, чтобы бороться и попробовать выиграть. Я выходил на корт уже не просто отбыть номер, там как-то попробовать забороться, там сыграть как-то с неплохим счетом, а то есть я уже выходил реально пробовать бороться и сделать все, чтобы выиграть. И я помню, что я выиграл сет достаточно уверенно, во втором сете я вел с брейком, было много брейк-поинтов, на второй брейк и они были уже там чуть ли там непростые удары, и в итоге я проиграл второй сет, умудрился проиграть с такого счета и психологически я был просто максимально вот как в матче с Фидерером, что в итоге позволило третий сет выиграть достаточно опять уверенно. И это было что-то невероятное, потому что там было уже осознание, что да, там психологически я себя как-то невероятно проявил, но уровень игры уже что-то там маячило, да, то есть это не как с Фидерером, когда это что-то типа было какое-то событие, то есть я уже понимал, что уровень игры уже приближается, то есть уже есть. И Новок в Белграде? Новок в Белграде там больше было как само чувство, что это был его клуб, то есть мы играли в его клубе на его центральном корте, на его турнире, на его турнире, куда он же меня и позвал, у него дома, и как получилось... Простите. Да, типа и получилось выиграть, то есть понятное дело тот финал Новок вообще был не Новоком, то есть он тогда из-за того, что он не... Да хватит тебе приближаться. Я с Тимми играл, потом там 2-2-2-2-2-2-2, короче, не суть. Но он там чуть не проиграл в каждом матче. Он до финала сыграл все матчи в трех сетах, играя по три часа, уходя с матчболов и так далее. Это Новок, он всегда так делает. Он Париж выиграл с кишечным гриппом, а Турин выиграл, типа не выходя из группы. Благодаря Синеру. Ну вот, и... И ты его обыграл. Получилось, да, выиграть. И давай коротко. Нельзя сравнивать эти победы? Да, потому что все эмоции совершенно разные были в те моменты. Что делает тебя счастливым? Это последний вопрос. Или так даже, давай в будущем, что сделает тебя наконец-то счастливым? Вот работаю над этим, ищу, я бы хотел знать. То есть ты не знаешь? Надеюсь, что... Хочется верить, что... какой-то баланс с самим собой, плюс долгая-долгая хорошая карьера, и чтобы все вне корта было налажено и чувствовалось какое-то спокойствие с самим собой. Счастье вне тенниса есть? А? Счастье вне тенниса есть? Хочу его найти. Мне кажется, есть. Пока что не уверен. Пока что страшно думать, как без тенниса. О, да! О, да! О, да! О, да! Андрей Руbleв иди, 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 Продолжение следует...